Ровно год тому, подчас официального визита делегации Брестской в области у китайскую провинцию Аньхой, помимо Брестом и китайским городом Хэфэй, было подписано погоднение об сотрудничестве. Визит у отказ – это первое знакомство китайского руководства с Брестом. Я первый раз в Бресте, и город меня мост науразил. По-перше, удивляю его долгая история. По-другому, город стабильный, а люди тут счастливые. По-третьему, я вижу тут шмат напрямков для тесного сотрудничества. Этот визит китайской делегации носит выключено рабочий характер. У программе их наведывания акцент сделан на наибольший экспортно-привабных предприятиях Бреста. И на это есть свои объективные причины, каже главник города. Если возьмем по 8 месяцев, наш торговый оборот составил без малого 50 миллионов. Так вот, в этом 50 миллионов мы 45 миллионов, образно говоря, покупаем в Китае. И только лишь на 5 миллионов, даже чуть меньше суммы, мы отправляем свои продукции в Китай. Поэтому сама структура наших отношений требует корректировки. Наибольшую цикавость китайский бок проявляет до нашей харчовой и перепрацовучей промысловости. Не выключает умягчимости супрацовничества помеж собой свободных экономичных зон городов. До речи, у ХФА таких четыре. Я думаю, что у нас великие перспективы супрацовничества в галине, экономике и гуманитарном плане. Спочатку мы будем развивать тесное супрацовничество помеж нашими свободными экономичными зонами, а в дальнейшем махчима наладить взаимодействие и в других галинах. Привабность нашей экономичной зоны для китайцев оправдана географическим становищем Бреста, помеж Европой и Азией. Этот фактор ключевый для ХФА, а он является центром вытворчести личбовой электроники, якая экспортуется у основным на Захад. Особые зоны заинтересованы в первую очередь в поисках кооперации, как я уже говорил, и, наверное, размещение своих производств непосредственно вблизи к Европе. А то, что касается площадки ССБРС, она как раз находится на самой границе с европейским регионом. Под часть сёняшних перамов баки домовились об худким визите деловых кола у города ХФА в Брест. А так само китайцы отримали запрошение на святкование тысячагодзя. Кристина Протасовицкая, Тегра Накопян, Телерода, компания Брест.